Итак, сегодня мы празднуем благоприятный приход Верховной Личности Бога, Шичи Тани Махаправу. Недавно я слушал лекцию, которую прочитал один преданный по Вриндаване, и он описывал, что у него была определенная связь с Мадва Самтрадай в Удупе. В Удупе, там же эта база последователей Мадва Ачарьи, и один из самых крупных Ачарь в Удупе, Педжвари Матх, и преданный описывал, что Саньяси, Педжвари Матха, это очень знаменитый человек, он как раз недавно оставил тело, и в прошлом году ушел из этого мира, ему уже было за 90. Он был очень хорошо известен, его все любили, все уважали. И он обращался ко всем людям в этой линии Мадвы, и он говорил им, что мы все принимаем Шичи Тани Махаправу как воплощение Господа Ши Кришны. Он очень ясно утверждал положение о Господе Ши Тани Махаправу. Других сампродаях знают о Господе Ши Тани Махаправу, но они не признают Ши Тани Махаправу как воплощение Верховного Господа. Они просто считают его преданным. Но теперь Педжари Матх, линия Мадавы, они также признают положение Ши Тани Махаправу, что он не просто великий преданный, но он на самом деле Своям Бхагаван сам. Он пришел сюда, чтобы совершать эти замечательные игры. И, конечно же, в Священных Писаниях также есть свидетельство, благодаря которым мы можем понять положение Ши Тани Махаправу. Эти свидетельства есть в Священных Писаниях, в частности в Шимат Бхагаване. Там есть стих, который произнес Карабаджана Муни, который был одним из девяти ее гендеров. И он обращается к Ними Раджу. Ними Радж, царь Ведейхи, спрашивал у него о воплощениях Господа в разные эпохи. Итак, Карабаджана Муни рассказывал, как Господь приходит в разные юги. В Сатья-югу Он приходит с телом белого цвета. И затем в Трета-югу Он приходит с телом красного цвета. И затем в Кали-югу Он приходит с телом черного цвета. И затем Он описал, как Господь приходит в Кали-югу. Он описывает, что Господь приходит и цвет Его тела не темный. Конечно, Ши Тани Махаправу — это Сам Кришна, но Он не темный. Нет, цвет Его тела золотой. И в Шримад Бхаку там говорится «Кришна варнам, ниша Кришнам, санго пангастра паршатам, ягьях санкиртанапараях, яджантихи сумеда». Господь Кришна, это воплощение в Кали-югу, говорится, что Он, А-Кришна, цвет Его тела не темный, а желтоватый. И Читания Махаправу подходит под это описание. И далее описывается, что Его деяния — Кришна варна. Все они связаны с Господом Кришной. И так вся жизнь Читания Махаправу была посвящена Кришне. С самого начала Его жизни было воспевание святых имён, потому что в день Гаврабурнимы, в этот конкретный год, когда явился Читания Махаправу, это был 1486 год, в тот год, в этот день, было солнечное затмение. И когда происходит затмение, то традиция такова, что все индусы, последователи ведической культуры, омываются в Ганге и воспевают рождение Читания Махаправу. Заняты воспеванием святого имени. И мусульмане тоже воспевали, потому что мусульмане как-то смеяться над индусами, пародировать их. И поэтому они тоже воспевали. Индусы воспевали, в Ганге воспевали, и мусульмане тоже воспевали. И вот так явление Шри Читания Махаправу описывается, что он всю свою жизнь проявлял это. И так, игры Шри Читания Махаправу описываются как аударья. Господь Кришна является в Абриндаване, и его игры Мадхурья. В Двараке игры Господа Кришны Айшварья. Но в Майяпуре игры Господа аударья. они исполнены великой милости. Шри Читания Махаправу наслаждается, очень хорошо проводит время, совершая эти игры. Его детская лила исполнена блаженством. Мы знаем, как Шри Читания Махаправу как дети и мы знаем, что дети время от времени плачут, кричат. Если они не плачут, не кричат, это неестественно. Поэтому дети обычно плачут, это нормально. И это значит, что ребенку нужно какое-то внимание. И вот так, Нимай, Шри Читания Махаправу, когда он начинал плакать, то разные женщины приходили, поднимали ребенка и пытались его как-то успокоить. Но они увидели, что они могут его успокоить только одним способом, когда они начинают петь Святое Имя Господа. И это стало регулярной деятельностью. Ребенок плакал, женщины поднимали его, держали его на руках, успокаивали. Но он плакал, плакал, не останавливался до этих пор, пока они начинали петь какой-то киртан. И как только они начинали петь киртан, ребенок начинал улыбаться и был счастлив. И вот так все женщины начали понимать, что когда ребенок плачет, они должны совершать киртан. Поэтому дали успевать Святое Имя. Чейтанья Махапрабу наслаждался. Иногда он что-то делал просто, чтобы свою маму подразнили. как однажды его мама пришла домой и увидела, что он сидит там, где находится мусор. В наши дни другой мусор, это обычно пластик, полиэтилен, такие вот вещи. Но во времена Святое Имя Махапрабу мусор, это все было глиняные горшки, глиняные горшки. Использовали один раз и затем выбрасывали. Как сейчас, если вы приедете в Джаганат-Капуре, готовится глиняная горшка. Даже сегодня. Эта система продолжается уже тысячи лет. Они продолжают готовить в глиняных горшках. Итак, однажды матушка Шачи пришла домой, и она была шокирована, увидев, что ее ребенок сидит там, куда выбрасывают все глиняные горшки. После того, как вы приняли пищу, и вы выбрасываете этот горшок туда. И эти горшки делаются из глины, из земли. Поэтому она там распаряется, и с земли это приходит. маленький ребенок, чей-то не мог пропуск, сидел на этой куче глиняных горшков, и считает, что это не чистое, а сверненное место. И мама Шачи была удивлена, что ты там делаешь. он не просто там сидел, но он ел, ел этот горшок глиняный. Мама Шачи спросила, почему ты это ешь? И в то время немая, маленький ребенок, сказал своей маме, стал рассказывать ей персональную философию. Он сказал ей, «Ну, ты дала мне эти сладости, бенгальские сладости, даешь мне сандеша, сагулы, бурфи». Он говорит, «Ты давала мне эти сладости, но эти сладости — это преобразование земли. Поэтому я ем в землю. Нет разницы между землей и сладостями. В чем проблема? Ты даешь мне сладости, это всего лишь преобразование, трансформация земли. Они происходят из земли. Поэтому что плохого, что я ем землю? матушка матушка Шачи была шокирована, услышав эту имперсональную философию от своего маленького ребенка. Однако матушка Шачи премьерная сына она не попала под влияние этих речей своего сына. Они на нее не подействовали. Нет, она поправила своего сына и сказала ему, да, может быть, так оно и есть. Сладости — это преобразование земли, но когда ты ешь сладости, ты будешь здоров, а если ты ешь землю, то здоровье твое не будет таким уж здоровым. И она привела пример, она говорит, вот земля в форме горшка может в себе хранить землю, я могу туда положить воду или какую-то пищу в этот длинный горшок, но если это просто земля и я буду лить туда воду, то просто это станет грязью. Это не то же самое. Ты должен понимать, что есть разница между землей в форме горшка и землей как просто глинать. И также есть разница чтобы есть сладости и есть землю. И Чайтане Махапрабу, когда он это услышал, он поблагодарил свою маму и сказал, «О, спасибо большое, ты меня просветила, теперь я никогда больше не буду есть землю». вот такие игры происходили. Чайтане Махапрабу, будучи маленьким ребёнком, наслаждался удивительными играми со своими друзьями. Однажды земля ползла по двору. И Чайтане Махапрабу, будучи маленьким ребёнком он подумал, что это надо сделать. И он забрался на эту землю, на эту змею. Мама Шач увидела это и была шокирована. «О, что это такое? Моего ребёнка может укусить змея». Так наслаждался Чайтане Махапрабу. В другой раз было двое воров и они увидели Нимая. Они увидели, что Нимай был украшен множеством украшений. Такова традиция в индийском обществе, что они украшают маленьких детей браслетами, какие-то браслеты на стопястья, на лодыжке украшают. Разные украшения носил Чайтане Махапрабу, будучи ребёнком. Эти двое воров увидели эти драгоценности на нём и подумали, «Давай-ка украдём этого ребёнка. Мы его украдём и можем своровать все эти драгоценности». И они подняли ребёнка и побежали с ним. Но под влиянием Чайтане Махапрабу он устроил всё так, что эти воры просто бегали по кругу. Они думали, что они куда-то далеко убегают от дома Шачиматы. Но после какого-то времени они увидели, что находятся на том же самом месте, они увидели, что они на том же самом месте, откуда они унесли ребёнка, они подумали, «О Боже, лучше мы здесь оставим этого ребёнка, может быть, люди сейчас его ими, увидят нас с этим ребёнком, они нас побьют, убить нас могут за то, что мы украли ребёнка». вот так Читани Махапрабу веселился с этими парами и под влиянием Йога Майя он привёл их назад к своему собственному дому. В другой день Читани Махапрабу сказал, ему сказали, что надо идти в школу. Он был вторым ребёнком у своих родителей, у него был старший брат. На самом деле, до этого мама Шачи восемь раз рожала девочек, но каждая из них умирала после рождения и после долгое время она смогла родить сына. И старший сын его звали Вишварупа. Он был старшим братом Читани Махапрабу. А Читани Махапрабу второй сын. Итак, матушка Шачи, мы знаем, что женщины в Бенгалии очень сильно привязаны к своим детям. Они так сильно любят своего ребенка. А и что говорить, если у вас ребенок подобный Нимаю, который не отличен от Верховной Личности Бога. И так очень сильно его любили. А его старший брат Вишварупа считается экспансией Санкаршана и не отличен от Господа Баларамы. Итак, старший брат, когда он рос, его родители хотели поженить его. Решил на семейную жизнь. Итак, Вишваруп ушел из дома. И исчез. его родители хотели устроить, чтобы молодая девушка была его женой, но Вишварупа не хотел этого. Вместо этого он оставил дом и стал Саньяси. И когда мама Шачи и Джаганат Миша услышали, что их старший сын принял Саньясу, они подумали, мы так много, мы слишком много его учили старшего сына. Из-за того, что он получил такое слишком хорошее образование, он понял природу материальной жизни и не хочет теперь вовлекаться в материальные дела. Поэтому он принял Саньясу. И они подумали, «Нимая лучше мы не будем учить второго сына, больше бы учить не будем, потому что если он тоже получит образование, то он тоже может в итоге подумать так же, как его старший брат». А если он будет думать так же, как его старший брат, то он оставит дом и тоже примет Саньясу. поэтому мы Нимая не будем в школу больше отправлять. Пусть он остается дома. Неважно, если лучше ему не получать образование. Можешь играть, на улицу ходить играть. Нимае сказали, что больше ему в школу не нужно ходить. И стал создавать большой хаос в округе. Знаете, когда дети не ходят в школу и получают образование, и начинают много залить, и много всего плохого делают, создают проблемы. И вот Нимае как раз так поступал, он начал создавать проблемы. Если он видел, что где-то маленький ребенок лежит, младенец, он приходил и щипал этого ребенка, чтобы он заплакал. И когда ребенок начинал плакать, то Нимае смеялся, убегал. Иногда он воду заливал в ухо ребенку, чтобы ребенок заплакал. Нимае шел с другими мальчиками одевали одежду на голову и притворялись буйволами и заходили в сады людей и так ломали у них банановые деревья, вырывали разные растения, которые люди выращивали в саду. Иногда они даже ночью приходили, стучались в двери издавали устрашающие звуки, как будто дикие животные пришли. И люди, услышав Нимае и других мальчиков, начинали пугаться, они не знали, что такое происходит, что это за звук. В других ситуациях молодые девушки приходили на Гангу и там совершали пуджу, потому что молодые девушки естественно хотят выйти замуж и они хотят, чтобы у них был хороший сын. Поэтому они приходили на Гангу и совершали пуджу, приносили туда подношения цветов, сладостей, приходили на Гангу, чтобы совершить пуджу. Нимае видел их, приходил и говорил им, вы должны делать подношения мне, я Бог в Ганге, я Бог всех остальных Богов, они все поклоняются мне, если вы хотите что-то им предложить, то лучше предложить это мне. И вот так они смеялись, эти девушки, и не принимали Нимаев всерьез. Но Нимаев проклинал и говорил, если вы не предложите мне это, то я прокляну вас, чтобы вы вышли замуж за старика, у которого уже много других жен, и девушка, и быть его вторым женой, они говорили, хорошо, хорошо. И они разрешали Нимаев забрать их подношения. Вот так вот Нимаев велся. Иногда Нимаев каждый день ходил на Гангу, плавал там. И когда браманы там на Ганге повторяли Гайатрия, стоя по пояс или по шире воде, повторяли Гайатрия, Нитай нырял, под водой проплывал и дергал их за ноги. Они повторяют Гайатрия, Нитай дергается за ноги. Они падали в Гангу и так Нимаев их беспокоил. Другие люди сидели на берегу Ганги, занимались медитацией в подмасане, медитировали. Нимаев приходил и поливал их водой. И так эти люди очень гневались на Нимаев. Настолько, что они стали приходить к его отцу и жаловаться. Но Нимаев говорил, отец, отец, нет, нет, смотри, я стою, у меня руки все в чернилах, я пишу целыми днями. Не так много всего плохого делал. Конечно, в какой-то момент он так сильно стал шалить, что все соседи собрались и пришли к Джаганадхи Миши и стали жаловаться. Сказали, пастуши, пусть твой сын в школу ходит. Но Джаганадхи Миши сказал, если он пойдет в школу, я волнуюсь, он может саньясу принять, может уйти из дома, может быть, не останется в семейном укладе жизни. Но люди сказали Джаганадхи Миши, то, чему суждено произойти, это произойдет. Ты не можешь изменить судьбу. Если ему суждено уйти из дома, то это произойдет. Но пусть он получит образование. Потому что если ты просто оставишься так скитаться здесь, просто ходить, то он приносит много беспокойств всем нам. Это много для нас беспокойств. Поэтому, пожалуйста, отправь его в школу. И так Джаганадхи Миша отправил Нимая в школу. Он стал ходить, учиться там. И, конечно же, он был просто блестящим учеником. Он изучил все. Он слышал один раз что-то и вспомнил все. И так в возрасте 11 он открыл свою собственную школу и стал учителем. И у него были свои ученики. Он повсюду ходил и учил людей логики. Ему нравилось обсуждать с людьми. Но он был настолько могуществен, что никто с ним не мог спорить. Никто не мог даже и близко как-то его победить, разбить. Ситуация такая стала тяжелой, что когда люди видели, что он идет, они разбегались и прятались. не хотели даже встречаться с ним, потому что настолько трудно было разговаривать с ним. занимает. Вот таковы были его игры как ученого, где он играл великого ученого настолько, что он получил имя Немай Пандит. То есть большой ученый Немай Пандит. и будучи юношем встретился с Дигвиджаем в Дешево Кашмире и там были знаменитые дебаты на берегу Ганги. Все эти игры наполнены огромной милостью, замечательное счастье, удовольствие. Махапрабу наслаждался. Позже, когда он принял Саньясу, это уже совсем другое настроение. И там уже гораздо более серьезное настроение. У нас был один Свами, может быть, вы его помните, он остался в Майпуре, его святейшество Шидар Свами. Он был известен как счастливый Свами. Потому что он любил улыбаться. Обычно Саньяси были очень такими сухими, немного юмора и так далее. Но Шидар был счастливым Свами, веселый Свами. И так читание Махапрабу будучи Саньяси было очень серьезным. Не было никаких шуток, игр. Очень серьезным. в воспевании святых имен и в проповеди о сознании Кришны всем и каждому. И так же, читая Махапрабу, решил сам прийти в эту святую землю Майпура. Говорится, что Майпур Дхама — это творение Шримати Радхарами. Она создала это место просто для удовлетворения Господа Кришны. Естественно, тут много счастья. Майпур отличается от Бриндавана. В Бриндаван там очень жарко летом и очень холодно зимой. Много колючек на земле. Это не такое живописное место, как Майпур. В Майпуре есть Ганга. В Бриндаване есть Емуна. Конечно, говорится, что Емуна в тысячу раз более великая, чем Ганга, потому что Емуна — это преобразование любви Радхи Кришны. Однако Шичтани Махапрабу выбрал явиться здесь, в Майпур-Дхаме. И таким образом он каждого вдохновлял воспевать святые имена. И мы видим, что здесь эта культура, как сильно люди любят повторять святое имя. Эта культура никогда не терялась. До того, как Махапрабу явился здесь, мы там слушаем Аджайдевика Свами, что он жил там, в Чампахате, до того, как он отправился жить в Чампахате. Майпур это место многих великих душ. Они жили здесь и наслаждались, слушая о Господе Кришне. Итак, Читани Махапрабу также принял это послание Кришне, вынес его за пределы храма и распространял его по всей Барадбарше. Он хотел, чтобы все получили его. Разумеется, именно Читани Махапрабу предсказал, что Святое Имя будут здесь в каждом городе и деревне по всей планете. Сегодня мы наслаждаемся наследием Читани Махапрабу. Мы можем видеть здесь, в Майпуре, что так много людей здесь. это место просто наполнено кишит мир повсюду. И все они пришли сюда, чтобы слушать и обсуждать сознание Кришны. Несомненно, это очень радует всех Ачарьев. Шилопрупада говорил людям, таким, как Джайпатага Свами Махарадж. Он говорил им, «Я дал вам царство Бога, теперь развивайте его». И так это Майпур. Он не отличен от царства Бога. И мы настолько удачливы, что можем быть здесь в этот благоприятный день. На самом деле в один год на горе Пурнима были здесь солнечное затмение было. И мы все вошли в Гангу воспевать Святое Имя, пока было затмение. Очень особая ситуация. Я не знаю, какие-то другие воплощения Бога являлись ли таким образом. Но мы знаем, что Шичитане Махапрабу — это Сам Господь. Вы можете изменить, изучить Его гороскоп, и там есть все благоприятные знаки в Его гороскопе. И также всё в Его теле было очень благоприятно. Длинные руки, простиравшиеся до колен — это очень благоприятно. Лотосные глаза, которые до уголков глаз простирались — очень благоприятно. Все благоприятные знаки на руках, на стопах. Все это было очень благоприятно. Итак, Шитане Махапрабу — это наша аватара Махавдандиа. Но не просто аватара, Он Сам Кришна. Джива Госвами объясняет, что в эту Дивью-югу у Господа всего три воплощения. Сати-юга Трета-юга Два-Пара-юга. А воплощение, которое приходило в Два-Пара-югу, затем приходит снова в Кали-югу. Это Сам Кришна, который приходит снова в Кали-югу. Шри Кришна Два-Пара-юга, который явился в Два-Пара-юга, снова пришел к Кали-югу. Мы спрашиваем, почему же цвет его тела не темный? Он не темный, потому что он принял Астрадемию, Шри-Матери Радхарани. Он пришел, чтобы наслаждаться этим счастьем, счастьем жизни преданного. Когда Господь приходил к Ва-Пара-югу в образе Кришны, он видел, что наслаждение в Тиматери Радхарани в тысячи, в тысячи раз больше, чем его наслаждение. Поэтому Кришна сказал, «Я хочу наслаждаться, как она. Я хочу ощутить это наслаждение». Вот почему Господь Кришна пришел как Читани Махаправо. И цвет его тела не темный, его тело Акришна. Шри-Матери Радхарани это Тапчат 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 Канчат Горан. Шри-Матери Радхарани цвет тела Шри-Матери Радхарани золотой. И подобным образом цвет тела Читани Махаправо тоже золотой, потому что он принял Радха Бхаву. Это наслаждение Шри-Матери Радхарани Вот так вот мы вспоминаем Игорь Шри-Читани Махаправо и его великое явление в этом мире. Спасибо большое. Джай! Джай! Хари-Хари Бог! Игорь Негода